Поднимаюсь по тревоге, когда вернусь обратно неизвестно. Торжественное открытие и концертные выступления артистов прошли. После небольшого инструктажа можно взяться за лопаты и переступить к работе. Мы сегодня принимаем участие в акции «Сохраним лес», будем высаживать саженцы Ясина. Саша сейчас покажет, как нужно работать с мячом в Колесово. Хатиджесси и Таблаева работают педагогом больше 10 лет. С группой школьного лесничества в акции участвуют в третий раз. Считает, воспитывать подрастающее поколение нужно личным примером. Я считаю, что долг каждого ребенка, который является членом школьного лесничества, это посадить дерево за будущее нашего Крымского полуострова. Ведь это наши легкие, это чистый воздух, это место для отдыха. Принять участие в акции приехали больше 50 активистов. На одном из участков лесничества Симферопольского района также работают волонтеры. Я узнал об этом мероприятии от моей подруги. Мне интересно было принять в подобных мероприятиях участие. Восстанавливать лес всегда хорошо. Сама посадка и полив деревьев занимает немного времени. Крымская сосна и ясень зеленый. Всего на одном гектаре высадили 3000 деревьев. Процесс высадки деревьев достаточно прост. С помощью лопаты в земле выкапывают яму. Теперь можем опустить в нее саженец и прикопать. Всероссийская акция «Сохраним лес» проходит в стране с 2019 года. В этом году стартовала в августе в Якутии. У нас посадки произошли на территории более чем 750 гектар. Рядом с Евпаторией посадки были в Сакском районе, в Судаке, в Бахчисарайском районе, в Раздолинском, в районе Керчи. Постепенно уже третий год лес возвращаем, скажем так, на круги своя, высаживаем, обеспечиваем лесовосстановление. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Экология». С каждым годом желающих нести свой вклад в улучшение окружающей среды становится все больше. Правительство Республики делает все для того, чтобы лес, который посажен, лес, который есть на территории Республики Крым, конечно, ухаживался в основе и так далее. А для этого в рамках национального проекта за три года практически закуплено оборудование порядка 400 единиц лесопожарной, лесохозяйственной техники, для того, чтобы за этим лесом делали уход не только с точки зрения ухода леса, но и с точки зрения пожарной безопасности. Поэтому работа ведется. Задача проекта «Сохраним лес» – высадить 70 миллионов деревьев по всей стране, привлечь внимание общественности к проблемам сохранения, восстановления и преумножения лесных богатств.